Перед началом концерта гостей ждали мастер-классы по народным ремёслам. Гончарное дело, куклы, ручная набойка на рубахах и полотенцах, ткачество. Мастера из Смоленска делились секретами русского промысла. Маленький ткацкий станочек мы сегодня привезли, чтобы показать сам принцип, как образуется ткань. На фольклорном празднике в этот день собрались десногорцы, которым не безразличны русские традиции. Многие из присутствующих лично внесли свой посильный вклад в сохранение и примножение народной культуры. Это значимое для города мероприятие открывал голос подлинного Смоленского рожка. С приветственным словом перед гостями и организаторами праздника выступил Александр Новиков, заместитель главы города. Не перестаю удивляться многогранности нашего города, самого молодого города Смоленской области. С одной стороны, это высокотехнологичное атомное производство, а другой грани – этнография и память о традициях наших предков. Смоленский рожок – знаковый музыкальный инструмент. Про его поиски сняли художественный фильм «Смоленский рожок. Возрождение», первыми зрителями которого повезло стать гостям мероприятия. Создатели фильма Юрий Солопонов, Владимир Мосев и Елена Баловнева по крупицам собирали исторический материал. В этой ленте им удалось возродить утраченные культурные традиции. Впервые посчастливилось снимать про живых людей, про живых людей, таких талантливых. И какое было удивление, когда мы просто узнали, что в самом молодом городе Смоленщины живут люди, которые помогают сохранять, да что там помогают, они сохраняют самый древний пласт нашей культуры. Вдохновителем проекта стал Владимир Платонов, руководитель фольклорного коллектива в Десногорске. Именно в его руках оказался легендарный «Смоленский рожок». После просмотра фильма «Десногорскую публику» порадовали своими выступлениями фольклорные ансамбли «Старопляз» и «Белояр». Под волшебные звуки рожка на праздники прозвучало много русских народных песен. Яркие эмоциональные выступления воспитанников Владимира Платонова зрители встречали бурными аплодисментами. Участвовал «Смоленский рожок» и в популярном проекте «10 песен атомных городов», который объединил талантливых людей, живущих и работающих в городах Росатома. Гордость за Десногорск, жемчужину Смоленской области город, гордость за людей, которые живут возрождением русской культуры, переполняла всех присутствующих. И очень хочется, чтобы истоки народного творчества, смоленского творчества, мы, живущие на смоленской земле, знали, уважали, любили и прививали эту любовь нашим детям. Мероприятие подошло к концу, но работа над проектом «Смоленский рожок» продолжается. Впереди ждет еще много открытий в бескрайнем море народного творчества. Велита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.